Я выглачаю стресс-присутник, ведь это маленькое явление экстренное. В связи с тем, что сегодня на сессии, намечается нарушение 14-ти парксистенских пунктов с нарушением закона и хотят влиять. В связи с ним, что не выдержан термин 20, где я раздавал такие источники. Пожалуйста, знакомьтесь, если вы будете голосовать за это осознано, то спилка подвесных Славянск вчера провела общее собрание. Желающее, желающие города Славянск. Собрание проходило в парню, актов и решило, если вы получаете какие-то пункты с нарушением закона, то мы будем их обжаловать в суде, чтобы вы это понимали. Спасибо. У меня есть информация, что было сказано, не 14, а 16 вопросов будет вынесено сегодня на пенарное заседание. Это, по-перше. Ну и давайте пройдемось по тем вопросам, по каким были поручения, из ваших слов. Первое вопрос. Отримание грантов от Певнично-экологично-финансово-корпорации НЕВКО для финансирования инвестиционного проекта, проведения проекта «Пенарное сбережение» в м. Славянске. Протягом четырех месяцев были переговоры. Я думаю, что и надею в том, что этот проект будет профинансированный. Потому что нам, как отривающего гранта, было предоставлено, что по остатокому принципу будет финансирование. И только в пятницу прошло. Пришла граня на связь о том, что финансирование в размере 15 млн. будет. Это на 12 млн. ремонт лекарей и на 3 млн. десятки, осветленные десятки улиц. Внесение этого вопроса нужно для того, чтобы я на следующей неделе смогу подписать грантовую вводу с компанией ОНЕФКО. Если для этого нужно еще 20 дней. Чтобы не реализовать этот проект в этом году, я зрозуміх патриотов в миске Словянске. 2. Про внесення змін до решения Мирської Ради 10 до 2. Про затвердження перелику об'єктів та законність від незаконності. 3. Про затвердження перелику об'єктів школу комунального господарства міста Словянску в 2016 році пропонується фінансувати за рахунок коштів державного бюджета. 3. Про внесення адмін до решения Мирської Ради 10 до 2. Про затвердження програми економічного і соціального розвитку сектору Словянської Мирської Ради на 2016 року. 3. Змінами та доповненнями. Розміщена теж 4.07. Дві доли. А сьогодні 29. Напоминаю. 4. Про внесення адмін та доповненням до решения Мирської Ради 10 до 23 до 12. Про міський бюджет 2016 року. Теж 4.07. Розміщення. 4. Про договорення функцій замовника робіт про реализацию інфраструктурних проєктів міста Словянську в 2016 року. 5. Дату розміщення 25.07. Як тільки ми получили листа з прохання від кубернатора, розговорити це питання. Суть цього питання – передати функції замовника про проведення тендерів по тим 230 мільйонам, які зайдуть в місто Словянськ, щоб їх проводила не Словянська міська рада і УС, а проводила Держкоддміністрація і Облрус. Якщо ми цього не зробимо, то першим має до мене пред'явити претензію, що Лярко саботує передачу проведення тендерів області, а хоче проводити їх сам. Тому ми сьогодні вносимо це питання. Розговорення програми співвищує шимовування частини кредиту за облучення на заходи з енергоспереження про підвищення енергоефективності міста за період з 2016-2018 роки. Про погодження передачі з комунальної власності територіальної громади міста Словянську, спільну власність, територіальний громад, сіл, селищ, міст, області, будівлі, поліклиники за адресом міста Словянськ, Маламіська. 21-го, теж як только ми получили листа від губернатора з проханням це зробити, для того, щоб могли втратитися в тендерній закупівлі і оснащення цієї лікарні, зраху вимістили це питання на розгляд депутатів. Патріотам ці лікарні теж не потрібні. Про внесення доповнень до рішення міської ради 29-го, про подтвердження програми соціального закрами захисту деяких категорій мешканців на території Словянської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень. Немиді в осилі приходили сюди на принадлі засідання з мешканкою Дорською 6, яка не получила, а не отримала допомогу 13 тисяч. Сьогодні ми розглядаємо це питання теж з порушенням 13-го, 8-го полорозміщення. Про внесення змін до рішення міської ради від 20-го року, про затвердження цілевої програми розвитку фізичної культури та сходу міста Словянська на 2016-й рік. 11-го року, про приймування нашої збільної параліпійців, які відбули на змагання, для того, щоб з бюджету відділити по 10 тисяч їм і їх тренером з бюджету міста. Теж не потрібно. Про внесення змін до рішення міської ради від 25-го до 05-го, про затвердження міської комплексної програми охорони громадського порядку і розвитку зі злочинності, про порядок 2016-2018-го, 13-го, 07-го, 7-го, сьогодні 29-го. Про робочу групу спідготовки, розроблення і впровадження статуту територіальної громади міста Словянська. Сама поміч внесла цей законопроект, і ми його підтримали. Про внесення теж з порушеннями. Більш цього про це питання, а та однаково, ваша громадська організація піднимала. Про інформацію начальника Словянського відділу поліції в Донецькій області, а не ворушена прохід та результат розслідування провокаційних дівчин 9 травня. Теж з порушеннями. Про затвердження звіту, про виконання міського бюджету за першу півріччя 2016-го року. Для того, щоб внести всі бюджетні зміни, я про які я сказав, треба було затверджити цей звіт. Звіт був за півріччя, першого і сьомого. Про затвердження положення, про інспекцію міської ради з благоустрою міста Словянська. Це моє річне питання, я його об'юю, є. Для того, щоб почала робота ця інспекція з благоустрою. Штрафи виконання програми. Шестнадцяте. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05. Про затвердження структури виконавчих органів міської ради та загальні численності працівників апарату міської ради та її виконавчих органів у новій редакції. Внесена на другого, на сьомого одна попа затримка. Я вже казав на засіданні комісій, що так, порушення є. Вони були і раніше, і в останні роки теж, і будуть. А в нашому регіоні, я ще раз кажу, і будуть тому, що у нас є, і вона називається, гражданська адміністрація, воєнно-гражданська адміністрація, і вона не зря так називається, тому що ми знаходимося в 70 кілометрів від зони бойових дій. І деякі питання, які потрібно в ручному режимі проводити, вони проводяться. Розкажу до... Так повинен бути перейдівцем. Так, так. Шановні депутати. Обращайтесь, звертайтесь, звертайтесь. Я подовжую сесію. Це не дискусія. Хорошо, звертайтесь. Я... Ми тут ні при чому. Шановні депутати, хочу повідомити, що на засіданні присутній секретару Митолаївської міської ради Лавриф Юген Вікторович, який бажає у вас звернутися. Будь ласка, Юген Вікторович. Дякую за перегляд! У мене просьба не мешати ввести прем'ярнанне засідання. У мене просьба не мешати ввести прем'ярнанне засідання. У мене просьба не ввязуватися в дискуссию. Ми увидели, услышали. Все. Вася, ми вас услышали. Подавайте в суд. Давайте. Прошу вас голосовать под соблюдением законов проївки. Ми вас услышали. Присядьте, пожалуйста. У нас банкну слышали, а? Да, услышали. Смещены голоса. Спасибо. Я хочу сказать, что постановка вопроса, мы с ней не согласны. Что сделало заключение, что именно дневноватые люди, кто спрошу, что это раликальные действия, это для кого не направлено. ЕБДІЦЯ. У нас есть Своюрск, и это для того, что вы уже, после того, что вы пришли к выводам, что это был сделан збой. Специально от служения Натальи Королевской. Да, нет. По помощи для... Они береги от него присоединили к вам. ...специально для российских граждан, чтобы они, праве оружия, приезжали сюда в Славяцк и воевали с утрофашистами. По вашим словам, которые находятся здесь, Славяцк. Так что мы настаивали, для того, что вопрос не был выезден за 20 дней, этот вопрос перенести на следующую связь. И в этом году, если мы были неправильно, и мы же не положили запросы. С моих слов не звучало, что фашисты, поэтому возьмите свои слова, пожалуйста, обратно. Я не сказал, что смажется. Только что сказали. Только что сказали, повернувшись ко мне. Я сказал, что в обвинении здесь написано, радикальный нас родина. Что же, что ли они не касаются. Это текст петиции заслушивает начальника полиции, Грусака Алексея Петровича. Я еще раз говорю, что вы обвиняете людей... Мы не обвиняем, мы заслушиваем и оцениваем действия. Он внесет в повестку дня. Начинайте, пожалуйста, текст этого вопроса. Нет, в повестке дня не сказано, что это текст петиции. У вас повестка дня отключить про результаты расследования провокационных дней. Это официальный документ, повестка дня. И мы не знаем, что мы кого-то предъявляем, что мы подплажаем, что это провокационные дни. И на вас возбуждено, уже нет. Мы уже определили свою уверенность, что мы будем по словам и предъявляем. Вы сами пришли в зеленую. У меня вопрос. Я еще раз читаю. Я еще раз зачитаю вопрос. Еще раз зачитаю. Еще раз зачитаю. Еще раз зачитаю. Про информацию славянского видеополиции в Донецкой области про хит и результаты расследования провокационных дней в черный 9 травм 2016 года в руку радикально новоставленных осіб. Я не определяю ничего. Читаю. Успокойтесь. Новоставленных осіб, предносно вытаранье. Нет, зеленка это не провокация. Облитие зеленкой это не провокация. Нападение на депутатов, на деревятов, на воевание с водой это не провокация. Это нормальные действия патриотов. Что действия, ребята, ломали, будет нападение на депутатов. Это без петиции. Далее читаю. Далее читаю. Здравствуйте! И нас попросим, не спусти как и. Это вполне понятно. Я не помню, что этое. Это Тим, голова этой мере. Алексей Евгеньевич, ну давай, я ожидаю, что мы сделаем. Мы неilated уж и не защитим. Ну вот так. Я не могу вас свободно. Защитывай. Вы имеете... Я не пойму, вы что-то беритесь или что? Мы заслужены материалы. Еще раз, я не пойму, а если кто-то боится услышать информацию от начальника полиции? Если не боитесь, тогда заслушайте эту информацию. А если боитесь, тогда покиньте зал. Уважаемые, вы способствует сессии, сорвем сессию, и люди останутся без денег. Общество стрельба, общество это не тысячу, и десять человек. Мне лучше, что это будет морковь. А вы мне кайф! За что? Да оно же прелосовано в президент вести нас. Сессия, вы такая королевская! Вы вещите, пожалуйста, мигра. Значит, уважаемые полиции! Не верите, брат! Не верите в Россию! Не верите в Россию! Да кто-то радует в Украину! Стоп! Начальника милиции срепозаснуто! Что-то не верят в Казахстан! Я знаю, они в нем! Им право напили, они были в шансах! Они должны были быть в военной форме своей! Они в кадром ходили! Я думаю, что надо вызвать в полицию. Я говорю, если сейчас не будет наведён порядок, я вызову полицию. Ещё раз говорю, если сейчас в зале не будет наведён порядок, и будет взрыв не дать провести сессию, принять важные д 똑 Samuel III, по всей видимости, целью является именно это! И кто здесь проплаченный, и чей это проплаченный митинг, я думаю, мы тоже скоро узнаем. Ещё раз говорю, если сейчас не будет наведен порядок, я вызову полицию, и сессия пройдёт в закрытом режиме! Ещё раз, я повторяю! Еще раз говорю, если сейчас не будет наведен порядок в сессионном зале, я буду воспринимать, что срывается сессия и вызову полицию. Вася, вы уже сказали, что подадите в суд, действуете незаконными методами. У нас незаконные, по вашему мнению, имеют действия депутатов на пеке. Еще раз. Вот и подавайте. Ну вот это уже много. Дадите или не дадите. Предупреждайте, я в вашем движении услышал. С 22 депутатов, которые голосовали за то, что в ДУСС, сидят по номерам, никто не оказал. За дворожними, я не смею чердить против них не ведемся. 22 депутатов и сидят в ДУСС. Вася, сегодня не воскресенье, сегодня не вечер. Убивать наших детей. А вы хотите, чтобы я ждал показов? Да, я хочу, чтобы вы воскресенье отожгали. Вы что здесь делаете? Почему вы не так? Вы должны быть в этом делом из-за чего-то. Есть полиция, есть полиция. Вы должны быть в этом делом из-за чего-то. Украинская, званная как Московская православная церковь в основу реинкернации. Это что,краинские и войны? Фашистские, Дзибрано. Какая славянская там культура, там населок и депутаты. Уважаемые, я уже в полицию вызвал, у вас времени немного. Какое это имеет отношение к событиям 9 мая и к накладу начальника полиции? Уважаемые депутаты, которые находятся в этом зале, в российском настроле, и которые стрягивают эти фейки и показывают их по российскому телевидению о том, что здесь украфашисты, хватают ветеранов, улозят куда-то, где-то ветераны, скрывают местами, а российские рожки не ветераны. Мне что-то кажется, что засыпают нетроненность, но я буду разбирать вам пальцы. Уважаемые депутаты, которые раскрывают наш мэр. И единицы будут в самом начале времени. Значит, я достаиваю на том, чтобы этот вопрос был снят, и будет положено по закону 20 дней. Через 20 дней рассматривается вопрос с нормальной формулировкой. Заранее не обвиняете, кто не признал? Информацию заслужить вы боитесь? Вы думаете, что будут какие-то факты по этому? Мы же говорим о том, что заслужить информацию, даже не в запросе. Давайте так, разделим на две части. Еще раз, разделим на две части. Заслуживание величия, Сполучились. Я не пойму, в чем проблема? Вы боитесь заслужить начальника полиции по этому вопросу? Еще раз спрашиваю. Вы что, боитесь заслуживать информацию? Информацию также ничего не боится. Ну, тогда давайте заслуживаем начальника полиции. Если вы ничего не боитесь, давайте заслуживаем начальника полиции. Я хочу, чтобы начальник полиции сделал эту информацию через помощь на 20 дней. Сейчас здесь отсутствует часть депутатов, которые могли приехать послушать начальника полиции. Начальника полиции. Значит, уважаемые коллеги, еще раз просьба меня послушать. Что касательно петиции. Я ее сейчас могу зачитать, но здесь я не вижу петиции заслушать начальника полиции. Это отдельный вопрос. Чтобы сделать вывод, надо сделать сначала заслушать его, правильно? Хоть через 20 дней, хоть сейчас. Поэтому доклад начальника полиции по этому вопросу он обязательно должен быть. И для него не надо у вас сидеть, для того, чтобы его заслуживать. Он может в любой момент прийти и занести информацию по депутатскому запросу, либо по другим запросам. Я вам не морочу, вы подключите законы. Бумажки мне показывать не надо. Еще раз говорю. Одна самая бумажка. Вася, не забывайте, что по петиции собрано 250 голосов. Жители, жители... Я про это не вывязал, поэтому по каждой дискуссии еще раз говорю. Вася, настаивайте. Нужно положено наставить петицию голоса. Вася, Вася, ну нужно навести себя нормально, но это не в лифе. Я настаиваю. Ты можешь настаивать, что вася? Вася, настаивайте, пожалуйста, только не на тревоге. Никогда можете настаивать. Еще раз говорю. Здаромные действия будут коэффицированы как в ульга. Не я, а в головный кодекс. Я никак не буду его нацировать. Сейчас напишем свое мнение. Работа, я понимаю. У него работа тяжелая. И ему, чтобы отчитаться, надо постоянно себя снимать. На видеокамеру. Чтобы получить заработанные деньги. Ему надо постоянно отсылать отчеты, видеоотчеты. Я понимаю, что это тяжело. Жанно. Тяжело. Я не с вами дискутирую, я лекарь в зал отвечаю. Вот я тоже думаю, что... Есть дела повышеннее у города, чем вот это внушение. Данную цифру. Мы подождем полицию. Подождем полицию. Зато и засечем, за сколько она до нас проедет. Ну сделайте. Мы ж не будем в институте. Общееся gioia. Не спросите, пожалуйста. С such. Как много советов? Существует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...